Добрый день, уважаемые коллеги! Ну, на самом деле, когда мы говорим про достижение 20 лет независимости Казахстана, я считаю, самое главное достижение, да, это то, что сохранилась в программе или возникла общегражданская полиэтничная общность народ Казахстана, да, и в данном отношении я именно об этом хотел сказать, вот почему вот именно национальная идея как фактор конкурентоспособности на нации, и хотел обратить внимание на последнюю строчку, что данный доклад не выражает позицию попечительского совета фонда, да, но это только позиция правления. Значит, следующий слайд, пожалуйста. И согласно политике развития образования информационного общества 2030, которое утверждено нашим фондом и согласовывается с Министерством образования и науки, РК, национальная идея является вторым важнейшим элементом в проекте системы образования информационного общества. Вот, и, если можно, слайд второй, тогда, да, и конкуренция государств, а именно наций в мире, законтрольными территориями, ресурсами и людьми, ну является всеобщим явлением для всех граждан нации. И благодаря государству, представляющему всю общегражданскую нацию, в данном случае под нацию я буду иметь в виду именно общегражданскую обществу, то есть государство, граждане страны получают прежде всего два общественных блага, это образование и безопасность личности, да. И изначальная ценность государства, несмотря на всю угрозу, которая исходит от него для свободы личности, ну, она в этих двух благах хорошо реализовывается, в частности, вот, сознательная и героическая смерть Газизы Байтасова при исполнении служебного долга, да, в Тарасском теракте, напомнилась им, гражданам Казахстана, про эту изначальную ценность государства как общегражданской обществе, которая сохраняет свободу личности и это, главное, ее обязанность. Вот, и надо признать, что конкурентоспособность нации, именно как государства, необходимы условия конкурентоспособности предприятий, товаров и личностей, ну, на любом уровне в нашей стране. И конкурентоспособность нации начинается с национальной идеи, как интегрирующего начала нации, поскольку нет в мире вещей, в основе которых не лежали бы идеи этих вещей, их назначения и сущности. Национальную идею часто смешивают государственные идеологии и иными инструментами управления обществом. Но национальная идея, как историко-культурный феномен, есть основа любого общества. Общество, как общечеловеческая ценность общения, существует не абстрактно, а конкретно в виде какого-либо этноса или народа. Поэтому национальная идея объективно существует, как интегрирующая начало общества. Она нуждается не столько в формировании, сколько в научном открытии и развитии. Поэтому говорить о формировании национальной идеи несколько некорректно. Ее можно только познавать и приобщаться или не приобщаться к тому образу жизни, в котором она реализовывается. И поскольку национальная идея дает ответ на вопрос, кто мы есть, в чем наш характер, то постольку она неразрывно связана с ответом на вопрос, куда мы идем, в чем наша миссия. На практике любая социальная общность может ставить или не ставить себе цели, не осознавая свою национальную идею, связь своей культуры, с историей и с природой. Поэтому национальная идея может быть искажена, неразвитая или вообще не реализована. В последнем случае мы будем иметь дело с исчезновением духа народа, то есть превращением его в совсем другой народ, несмотря даже на сохранение прежнего названия. В этом отношении, например, современные монголы, халха, они совсем не являются древними монголами. Или современные греки с их больше восточной турецкой, по сути дела, одеждой, это национальная, но никак не связаны с древними греками как культурно-бытовой общностью. И в этом отношении я хочу подчеркнуть, что этнос – это культурно-бытовая общность, а не антропологическая и уж тем более некравнородственная. Это касается даже малых народов, так называемых народцев. В групповых стереотипах поведения открывается нормативная ценность, национальная идея. То есть идея, инстинктивно воспринимаемая всеми представителями этноса в качестве причины и цели их сосуществования. В этом отношении национальная идея – это историческая функция природного характера народа. Вот что скрывает от нас история, вот почему войны возможны. Целые народы не заставить воевать только за материальные интересы, о них можно всегда договориться. Люди не противятся государственному призыву, если наличствует угроза существованию их культуры. Идеология государства во имя общегражданской национальной идеи может учитывать или не учитывать объективную данность объединяемой государством национальностей. Но их этнические культуры, этих национальностей, все равно будут существовать, реализовывая себя как через эту государственную идеологию, так и без нее. В зависимости от уровня самосознания культурных элит, представляющих многонациональный единый народ, гражданское население. Следующий слад, если можно. Таким образом, игнорировать национальности с их этнической культурой так же нельзя, как игнорировать нации с их общегражданской и общечеловеческой культурой. Если мы, казахи, будем закрыты к остальным казахстанцам, к России, как ближайшему соседу и к миру в целом, и препятствовать тем самым глобальному накоплению информации, то глобализация просто сметет нас как политическую нацию. И казахи, как титульная национальность, могут потерять свое национальное государство. Национальные государства даже в моноэтничных странах Европы всегда имеют изначально общегражданский, а не этнократический характер. Конечно, если мы будем внедрять общечеловеческие и демократические ценности без учета особенностей титульной национальности, то эти общегражданские цели национального государства тоже будут обречены на провал, поскольку будут угрожать потери этнической самобытности казахов, а потери казахского языка, искусства, потери не только для Казахстана, но и для всего человечества. Другого государства казахов в мире нет. И в этом отношении этносы изначально существуют на уровне разнообразного этнического происхождения, что является основой информации, которую глобализация должна интегрировать. Но они могут и должны существовать, имеется в виду этносы, и на интегрированном уровне всего народа, то есть гражданства, нации. Когда-нибудь по национальности мир будет иметь в виду только гражданство. Но от этого это не означает, что национальности исчезнут или что их нет. Просто, повторюсь еще раз, этнос существует и на уровне национальности, и на уровне технического происхождения, и на уровне государства, на уровне общегражданской общественности. В чем же и где же то своеобразие казахов, как титульной национальности Казахстана, которая сохранит и разовьет казахскую нацию, как единый народ Казахстана? Все изученные на сегодня культурные стереотипы социального поведения казахов, несомненно, выведут нас на идею индивидуальной открытости, включающей толерантность, как-то феномен сугубо казахской ментальности. У нас, женщины, никогда не носили ни паранжи, ни хиджабов, и на коне обязаны были защищать очаг от врагов в отсутствии мужа. Более того, они представляли собой степную власть, и при живом еще мужа имели отдельные печати. И народные сказки и игры полны откровенных сексуальных мотивов. А шедевры казахской музыки и песен всегда были раскатистые, раздольные, и не скрывали в себе азиатских переливов, так характерных для дальнего и ближнего Востока. В Казахстане не было институтов западного классического или восточного патриархального рабства. И даже феодализма не было, тот или иной вид которого прошли почти все народы мира. Напомню, что феодализм, если прочие общественно-экономические формации до него, они были основаны на внеэкономическом продвижении, то есть на личной зависимости людей. Под идеей индивидуальной открытости необходимо иметь в виду, прежде всего, принцип открытой свободы. В свое время Карл Ясперс сетовал, что Запад слишком увлекся закрытой свободой в культивации так называемой частной жизни, прайвеси. Закрытой для открытого общения и обсуждения. На Западе близкие отношения даже буквально называют closed, то есть закрытыми. Сегодня перед нами разворачивается глобальное информационное общество. Однако информационные технологии культурно еще не обеспечены новой моралью. Пример Свикликса показал, что люди мира психологически не готовы к идти к развитию, и даже в правительствах они по-прежнему продолжают лгать себе и другим, надеясь на ушедшую в прошлое закрытость, избегая личностного развития. Индустриальная культура повсеместно испытывает глубокий духовный кризис. До перехода информационного общества ни Запад, ни тем более Восток не могут предоставить из своего арсенала ни одного этнического стереотипа поведения, в котором бы идея открытия личности в своей частной жизни непосредственно всему миру могла бы локализоваться и потом глобально реализоваться. Казахский же этнос имеет такой архетип в своей культуре, хоть и деформированный под влиянием советского образа жизни, здесь надо признать, конечно, то, что говорил лучший Валихан, какие бы ни были разными казахи, в антропологическом и генетическом смысле все их поступки обусловлены идеей индивидуальной открытости, то есть личной свободой, открытой для общения и для общества. Феномен батырства как нельзя лучше демонстрирует характерную суть духа казахов. Батыр – это венец казакования, казачьего образа жизни. Каждый казак, будучи джигитом в начале своей жизни, жаждал достичь этого этапа народного вознесения, быть одиноким рыцарем степей, поэтом, любовником и национальным героем, не подвластным даже ханам. Этот социальный суд казачества был выражен различными рыцарскими степенями, включая в себя странствующие певчие виды – сал, сире и тому подобное. Изначально самоназвание казахов «казакх» означало не национальность, а социальный статус людей в свободном состоянии, длинной воле, и буквально переводилось с древнего общемонголо-тюркского языка как «свободный воин-добытчик», кочующий сам по себе, отдельно от рода и племени. Таким образом, казачество, как аульный, то есть байский способ кочевания, был в высшей стадии развития намадизма, то есть кочевой культуры, после пастушества и таборно-куренного кочевания. Следующий слайд. Казахстан сейчас переполнен духовным томлением в процессе своего глобального позиционирования и самосознания. Геополитически мир перестал быть одно- или двуполярным. И сейчас именно здесь формируется новый регион со своей совершенно новой идеологией, и не случайно, что столица нового Евразийского союза будет в Астане. У народа Казахстана нет иного пути, как признать за исходную точку развития тот факт, что мы давно уже как национальное государство интегрировались в русскоязычное пространство межнациональной коммуникации. Казахстан осваивает уже англоязычное глобальное пространство. А казахскому языку необходимо культурное возрождение через пропаганду народного художественного искусства, после чего его научно-техническая, административно-правовая модернизация через коллективное творчество масс не заставит себя долго ждать. А придумывание и административное насаждение казахского языка государством только препятствуют этому глубокому процессу выживания и развития казахского языка. Чтобы сохранить элиту и культурную титульную национальности, у нас нет иной цивилизованной цели, кроме как стать политической, общегражданской нацией. Не важно, как ее называть, казахской или казахстанской. Если мы будем стремиться сделать Казахстан только для казахов, то мы будем следовать не просвещенной, а мракобесной идеей и уподобимся диким народам архаическим. В этом случае мы пойдем против национальной идеи, как исторически сложившейся характера и миссии единого народа Казахстана. Тогда вряд ли мы добьемся отождествления понятия казахстанец и казах в любом, и по примеру, в европейских странах. А пока мы этого не добились. Наше запрещение термина казахстанская нация в любом формате является серьезнейшей политической, исторической ошибкой, которая смерти подобна. Вселяет надежду, что у большинства простых казахов, знающих свой родной язык, еще жива национальная идея общегражданской общности. В казахском языке зашифрован миф о том, что казахи есть сыны союза Алаш. В кратком изложении этого мифа Чуканову Алиханову, три сотни, отсюда три жузы, кстати, разнородных казаков-разбойников, осознав греховность человека, его природы и необходимость подчинения единому управлению, решили создать государство типа общественного договора. Для возглавления этого своего союза казаки пригласили со стороны хана-атаманы Пегова-Пестрова, якобы прокаженного старца-отчерпенца по имени Алаша, благодаря мудрости которого этот казачий союз состоялся на века, прирастая отовсюду беглецами, ищущими свободы и веселья. К сожалению, после Чагисхана уже никому не удавалось объединить казаков в единую орду, народ, войско. И на сегодня простыми казахами очень трудно управлять, так как каждый из них, как писали этнографы XIX века, сам себе ищет господство. И в этом отношении надо отдать должное, устоявшись в традиции государственного управления Казахстана, и то, что такими людьми возможно управлять в едином плане. Но все казахи по природной сметливости понимали значение как русского языка, так и шала-казаховы до созидания общегражданской нации под эгидой титульной национальности. Многие шала-казахи любят Казахстан, могут сделать много для него и гордятся тем, что они казахи. Осталось только, чтобы и все остальные национальности Казахстана захотели гордиться этим не из-под палки. Вот тогда казахстанскую нацию смело можно будет называть просторечей казахской. Пора вернуть в русскую и английскую транскрипцию нашей страны ее исконное написание «Казахстан». Русские казаки – неотъемлемая часть, малая часть всего народа исконных тюркских казаков. И мы, казахи, лично станем открытые, потому что сильный дух Малаша и наша национальность должна стать нацией, чтобы быть информационным обществом. И последний слайд – эпиграф. Спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо.